всем привет меня зовут евгения примани я умею круто пользоваться стайлингами для того чтобы создавать крутые укладки на коротких волосах сегодня такой спонтанный прямой эфир я дала моей дочке айпад чтобы она немножко посмотрела мультики поэтому все в ее руках я запланировала много на этот эфир но посмотрим что в него войдет я хочу показать по заказу одной из моих подписчиц как сделать мейкоп но мейкоп и она сказала что у нее пористая кожа и каким тональным средством воспользоваться прежде чем я к этому перейду я хочу сказать что я только что вы мало волосы они у меня мокрый и вот пока я буду делать тональную основу я хочу чтобы волосы у меня высохли в нужном виде так я возьму масло тиджи true lasting color это для окрашенных волос масло которое придает сияние смягчает волосы и заклеивает какие-то секущиеся концы обожаю его давно пользуюсь действительно работает я все волосы всегда сушу наперед так короткая стрижка смотрится круче чем нежели если вот так вот назад если назад делаешь она как-то ну хорошо лежит но не очень актуально а когда вперед то то как-то уже поинтереснее становится и я просто мокрые волосы уложу так чтобы они у меня высохли вот именно таким вот образом ничего больше с ними делать не буду они у меня будут просто высыхать естественным образом это как раз таки тот вариант стрижки которая не требует укладки и такая стрижка существует так ну вот примерно так пусть будет так я даже не расчесываю волосы если честно я просто их укладываю руками из-за того что они у меня тонкие достаточно редкие они поддаются я не знаю как это происходит жесткими волосами нужно у моей подружки аллы спросить но я думаю что вполне себе сделать гребень из пальчиков может каждая сейчас ручки вымою для того чтобы показать вам какой базы помимо где-то четырех у меня имеющиеся я еще пользуюсь и эта база для меня была открытием я ее увидела впервые в самолете мы летели домой и это были британские авиалинии и там ну вы знаете у них скайшот да и всякая косметика дребедень которую ты в обычной жизни не покупаешь а вот в самолете сидишь листаешь и я увидела там набор так и назывался типа стартап кит что ли что такое от bear минералс и он мне показался недорогим маленьким и там все было то есть там была база там была кисточка для нанесения там были они это называют тепло но это по сути бронзер бронзер для того чтобы там на скулы нанести чуть-чуть как бы придать такую форму лицу и был праймер на котором нужно было носить и пудра то есть вот три три крышечки вот такие вот были и кисточка и мне так показалось ну почему бы не попробовать это что-то новое и bear минералс оригинал звучит как-то солидно оказалось после того как я приехала домой я сначала неправильно ею пользовалась потом я загуглила как нужно правильно пользоваться как наносить эту базу и вот когда я уже начала правильно наносить истью базу я поняла что это просто какая-то волшебная косметика она состоит из минералов дробленых минералов и это сухая сухая база видите она выглядит как пудра но ей нужно пользоваться не как пудры я вам сейчас покажу эту технику нанесения она просто прекрасная суть еще этой косметики заключается в том что что так как это минералы да ну то есть натуральная как бы природный материал он еще ухаживает за кожей то есть лечит ее слушайте почему то так жарко в ванной там я даже включила кондер но что-то как-то в ванну не проникает кондер и я чувствую что у меня прям лицо влажное а на влажное лицо эта база может неправильно нанестись так что бы такого сделать ну я пока буду вам рассказывать про берр минерал с тех пор я в общем влюбилась в этот берр минерал потому что он реально прям скрадывал все мои пятна пигментные он как-то залечивал мои какие-то прыщики если вдруг вскакивали и я подумала блин это классная вещь после этого у меня появилась ну то есть я покупала еще два две базы вот это вот у меня вторая те целиком закончились плюс я купила крем берр минерал с дневной для лица офигенный просто вот он сейчас на мне плюс я купила умывалку oil abscess масло для умывания ну я вот про него вам рассказывала в предыдущем видео я купила новые кисти вот такой то есть не то что не та что шла в наборе а вот новая так вот это вот тоже кисть у меня берр минералс в общем я я поняла что она конечно дороговато и не такая распространенная я честно говоря вот всегда когда покупала я ее покупала либо в дьюти фри либо заказывала мужу чтоб привез вот девчонки а пока у меня лицо как бы остывает тут в ванной спрашивает меня доброе утро Елена Иванова здороваться очень приятно и Таня и Оля вот Оля Казанкина спрашивает посоветуйте какой тюжок купить для тонких волос я знаете я уже запланировала вам видео где я показываю что за утюжок вот я купила себе новый утюжок именно для коротких волос он прям знаете прям тонкий тонкий называть немецкая фирма моссер и вот смотрите как он выглядит то есть это прям тончайший диаметр утюжков вчерашние локоны которые я вам показывала на фотографии в сообществе это вот как раз таки сделаны им видите я его купила в николь бьюти в мега алматы мега центр он стоил что-то около 11 что ли тысяч там был точно такой же бобилис но он стоил кажется 18 и я чуть зажала денег я думаю ну бобилис как бы все знают а вот мотар не знают а я всегда люблю пробовать что-то новое мне интересно ну то есть я не ведусь там на какие-то там типа хайпы даже вот все смотрят игру престолов а я ни одной серии не посмотрела мне прям прийти смотрите то что смотрят все я не знаю откуда такая вредность характера ну вот уж какая есть санта санта у тебя все нормально все хорошо хорошо она говорит что у нее все хорошо так киваясь мне голову нет знаете все равно прям я вот вижу прям капельки пота проступают и я прям переживаю как я честно говоря на такое влажное лицо не наносила ранее а знаете что давайте-ка я выйду вообще на улицу немножко освежусь а здесь пусть как бы ванна поостынет я вам выйду на улицу покажу какой у нас сегодня вид на горы в тумане вот вот внизу это наш дворик на улице просто шикарная погода я не знаю даже что делать может быть пока немножко пообщаться потому что я не хочу чтобы потом моя любимая косметика вдруг повела себя не так как я обычно ожидаю привет из Куцка да 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 и вам тоже привет из Алматы девчонки как у вас дела я хотела вам сказать спасибо большое за за поддержку которую вы мне оказали во время прямом эфира когда я блин жаловалась жаловалась как ненормальная простите меня пожалуйста видимо знаете у всех есть свои моменты слабости упадка и вот так вот случилось здорово что вы такие отзывчивые вы не стали в меня еще больше камней кидать а как бы как раз таки помогли мне еще больше я развернусь тогда если вам красиво я могу вот так развернуться и с видом на горы вам показывать конечно сегодня из-за того что пасмурно горы не видны а так в Алматы конечно потрясающие горы невероятные очень красиво и самое главное что они находятся находятся ну вот буквально там в 20 минутах езды от города ты уже раз и оказываешься на Чембулаке наверху на фуникулёре на комфортном красивом поднимаешься и там рестораны люди на лыжах катаются зимой а летом можно прям по этим горам гулять и еще есть на самом-самом пике Чембулака ресторан называется Снег там как мини-отель и можно остаться ночевать можно ну можно просто позавтракать огромная терраса тоже опять таки с видом на весь город это вы знаете прекрасно кстати вот если вы видите у меня на заднем плане вон там голова голова такая голубая на зеленой площадке это между прочим копия лондонской статуи это голова лошади чисто только голова и она посвящена всем тем животным лошадям которые умерли во время Второй мировой войны но все смеялись когда только установили эту статую что ну наверное казахи ее съели ну потому что если вы не знаете то казахи очень любят кушать казы это национальное блюдо и оно делается из конины такая колбаса из конины на самом деле очень вкусная и лошади специально для этого выращиваются да ну то есть ну очень жалко конечно но это так можно жалеть всех там всех животных которых мы едим я думаю что это все равно никак не поможет вегетарианцам такие слова но я не вегетарианка сколько я не пыталась я не могу без белка так что так что вот ой вы поедете в Бурятию слушайте нет я не была в Бурятии честно я даже даже не представляю что это такое но мы были в Карелии и там конечно нет гор но зато там леса и там прекрасно вообще очень очень красиво а так Алматы знаете очень такой уютный город очень зеленые арыки везде и вот его постоянно реконструируют все время что-то проводится вот если вы видите вот посередине разделительная полоса на дороге там был железный забор да сколько я помню все десять лет а вот в этом году буквально месяц назад они убрали этот забор и посадили елочки эти елочки скоро очень вырастут ну это вот главная трасса Альфа-Раби называется такая главная дорожная артерия города и без заборов сразу стало очень легко дышать в городе вообще вот Байбек мэр города он снес все заборы которые существуют в городе вот просто все все любые заборы которые огораживают здания или там разделяет дорогу какие бы ни было в общем он их все снес и я вам клянусь физически лично мне стало прям дышать легко стало все такое открыто как будто рамки и границы убрали и мне прям очень сильно понравилось его очень много критикуют но я не вдаюсь честно говоря в подробности в особые я смотрю на то что он делает как он это делает и тоже так издалека без особого тоже вникания потому что в джимлин своих хватает дел но он молодец так что хотя бы за то что он снес заборы так я вот потихонечку уже остужаюсь люди потихоньку в эфире прибавляются я вот думаю я стою такая на холодном ветру а мокрые мои волосы ничего мне не будет а вот Зветане пишет я не знаю я произношу Зветана Анвел если это неправильно вы мне поправьте я перестала есть мясо избавилась от мигрени которая мучила меня 30 лет лишних килограммов давления и плохого настроения вот да если это у человека знаете по убеждениям вот знаете таким вот естественным натуральным способом происходит переход к вегетарианству я считаю что это нормально но если это просто под давлением общества я думаю что это не самый лучший вариант что еще вам рассказать там я вот знаете 10 лет живу в Алматы в Алматы и из-за того что у меня такая плохая память и топографический кретинизм я до сих пор не запомнила пересечение улиц здесь все в Алматы по пересечениям для меня это было удивительно когда я приехала потому что в Ташкенте где мы жили все было строго по ориентирам типа там театр на ВАИ там метро Айбек там и так далее да а здесь нужно говорить пересечение например Альфараби Весновка или там Казыбек Би 8 марта то есть ты должен по углам говорить потому что знаете почему очень интересная планировка города ну говорят как там в Нью-Йорке или где я уж не сравнивал не знаю не было город поделен на квадратики то есть он выстроен как будто такой вот новенький городочек и если сверху на город посмотреть на улице то это все квадратики кварталы квадраты и поэтому люди привыкли жить именно по пересечениям и если честно это так оказывается удобно ты точно попадаешь туда куда нужно и все таксисты понимают куда нужно ехать и люди понимают и ну и как бы сразу понимаешь где что и как а еще в городе говорят вверх и низ вверх это там где горы низ это ну низ города и когда допустим ты едешь по главной артерии это улица Ленина сейчас она достык называется нужно говорить вверх подостык или вниз подостык это тоже для меня для человека из равнинного города тоже было очень интересно Лариса Пашина пишет что тоже из Чимкента но сейчас живет на северном Кавказе и сегодня воскресный выезд в Архиз место это сказочное но я очень скучаю по малой родине обожаю вас спасибо вам большое за такие комментарии Чимкент это прям рядом с Ташкентом буквально там 20 минут на машине езды я помню когда в Ташкенте закрыли все базары вот представляете было такое что закрыли все базары людям негде было купить вещи и мы все ездили в Сарагач и в Чимкент и так удивлялись вау какой у них классный выбор одежды и как все дешево как все круто в общем Казахстан это удивительная страна я вот немножко остыла сейчас буду заходить обратно в ванную и попробуем это дело сделать вот для начала я должна нанести возвращаясь к БР Минералс к базе для начала нужно нанести прайм тайм прайм тайм это праймер перед базой лучше наносить именно его потому что его молекулы да его формула очень четко совпадает с базой и они как бы друг другом хорошо дружат можно и на другой праймер нанести но эффект будет немножко другой и поэтому я предпочитаю всегда ну пользоваться оригинальными средствами его нужно наносить совершенно чуть-чуть вот буквально один памп он такой знаете прям гладкий гладкий сразу дает шелковистую шелковистую поверхность на лице гладкость и потом средство легко наносится вот я его наношу ну в принципе это как и любой праймер да он сглаживает заполняет какие-то морщинки неровности поры и и дает как бы хорошее полотно для нанесения для ровного нанесения базы нанесу везде и на глаза тоже и под глаза тоже и тут главное нужно дать ему высохнуть а ау санта она очень любит свинку пепу и мы купили целую семью это там мама папа пепа и джордж маленький джордж бэби ей очень нравится джордж и она все время притворяется что она маленькая бэби такая кричит оттуда «Мами, мами». И когда она, ну, очень любит нас, она вместо «мамочка», ну, она ещё не может «мамочка» говорить, она говорит «мамака», «папака». А няня у неё Жанная, она её называет «Жанака». Это так мило. Ай, я думаю, каждый раз думаю, «Господи, какое чудо! Неужели я мама этого ребёнка?» Я вот смотрю на неё и думаю, «Ну, спасибо тебе!» Это такое чудо наблюдать за детьми, как они растут. Но когда она психует и задаёт мне жару, там, конечно, я забываю про всё и тоже нервничаю. Я вот сейчас жду, когда праймер немножко остынет, он ещё в влажной такой среде, немножко не этот, не очень хорошо действует. Нина, доброе утро! Всем доброе утро, кто присоединяется! Ещё раз напомню, что меня зовут Евгения Преймани, я умею пользоваться стайлингами для волос, знаю, как это делать и рассказываю об этом в своих видео, уже многочисленных. Поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь. Я думаю, те, кто носит короткую стрижку, вам будет это интересно. Елена, спасибо! И вам тоже, ангела-хранителя вашей семьи. Спасибо за пожелание. Ну что ж, я перехожу тогда уже к базе. Я думаю, что подсох мой праймер. Что нужно делать? Самое главное, это огромная экономичность этого средства. То есть его нужно высыпать в крышечку. Вот он, видите, здесь с дозатором. Я высыпаю в крышечку буквально чуть-чуть. Вот буквально чуть-чуть. Тут главное наносить тонкий слой. Весь секрет в этом. Хорошенечко кисточкой, которая идёт от самой же Бэйр Минералса для нанесения основы. Я набираю и хорошо стряхиваю. Именно надо хорошо стряхнуть. И потом, без нажатия, круговыми движениями я наношу на лицо. Пусть вам не кажется, что ничего не происходит. На самом деле, тонкий слой уже начинает работать. Это средство отлично подходит для мейкап-ноу-мейкап. Вот у меня на носу расширенные поры. И Бэйр Минералс основа, как никто другой, заполняет мои поры очень красиво и аккуратно. То есть у меня прям возникает такое ровное, красивое, гладкое полотно на носу. Очень редко какие базы могут с этим справиться. Я вот просто прям круговыми-круговыми... То есть нужно... По-английски называется buffing. Как будто вбиваешь. И знаете, я еще... Почему так хорошо к этому отношусь? Я вот специально только одну сторону буду делать пока. Почему хорошо к этому отношусь? Потому что я знаю, что эта косметика целиком натуральная, содержит минералы. Я знаю, что она будет ухаживать за моей кожей. Это такой, знаете, дополнительный бонус, который в моих глазах сразу повышает авторитет этой марки. Да, это долго. Немножко это долго. Доброе утро, Марина. Да, вот я как раз-таки, да, из-за вашего комментария решила сделать такой мейкоп-но-мейкоп-титориал. Так, Людмила Искова пишет, Евгения, цвет краски для волос вы так и не ответили. Ответила я всем, отвечаю, что у меня сейчас на волосах это профессиональная краска, гель-краска Redken. А до этого я крашусь профессиональной краской TG. Все это смешивается только в салоне и продается только в салоне. И наносится только мастером. В масс-маркете этой краски нет. Алена пишет, утро добрым не бывает, если уже не смотреть. Здравствуйте, Евгения. Удачного дня и хорошего настроения. И вам тоже, Алена. Вам тоже. Спасибо. Я уже сейчас вижу разницу. Я взяла очень тонкий слой. Но посмотрите, у меня уже стало более ровное полотно вот это вот. А здесь прям видны мои пигментные пятна, какие-то там неровности, покраснения. А здесь уже более-менее выровнялось. И это я нанесла тонкий-тонкий слой. Я еще хочу поверх нанести еще один слой. Потому что потом я еще вам под глаза покажу секрет, который я делаю. Тем же Bare Minerals. Так. Опять-таки соскребаю тут остатки. Очень экономичное средство. Реально. Я вот этим тюбиком уже год, наверное, пользуюсь. Я наношу побольше там, где у меня пигментные пятна. И самое интересное, что эта база совершенно незаметна на лице. Но это только в том случае, если вы правильно наносите и пользуетесь правильным праймером. Ну, то есть оригинальным праймером. Вот. Елена пишет, действительно эффект виден. Я рада, что даже вот, ну, как бы, видео прямого эфира, я знаю, что оно какое-то низкого качества передает вам эту разницу. Потому что вот мне в зеркало это сильно заметно. Носик какой у меня красивый получается. Это, ну, ни один праймер, ни одна база не может мне дать этого эффекта. При таком, ну, как бы, мизерном нанесении средства. Теперь я беру еще, высыпаю и наношу на правую сторону. Опять-таки, тоже совсем чуть-чуть, видите. Порошенечко окунаю. Вот так вот. И наношу на вторую сторону. Так, очень полезный эфир. Алена говорит, ой, я рада. Мне всегда хочется выдавать полезность, знаете. Потому что мне всегда казалось, когда сидит просто говорящая голова и что-то вещает там за жизнь. Особенно, если это какая-то малолетняя девочка, которая и порох-то не нюхала. И учит людей быть успешными. И она типа, коуч, меня это просто бомбит меня от этого, если честно. Куча у нас, как собак нерезанных. Кстати, я почему еще сегодня крашусь? Я хочу сделать фотосессию своих вещей, которые я уже поносила и хочу продать на гараж сейл. У нас мы с Аллой сделали отдельный аккаунт в Инстаграме, называется LooksCloud. И мы там продаем свои БУ вещи. Так как Алла стилист, ее, конечно, вещи улетают просто на ура. Потому что люди все-таки доверяют мнению стилиста, понимают, что она не будет себе покупать какие-то дурацкие вещи. А все мои вещи куплены под руководством Аллы. И поэтому, ну, тоже хорошие все. Все подобраны правильно по фактуре, по форме, по цвету. А мне хочется купить еще каких-то новых вещей, поэтому я продаю старые. Кстати, что вы делаете со своими старыми вещами? Так. Женщина у нас почти не красится. Это, мягко сказано, еще. Но есть экземпляры очень хорошо уложенные, типа натуральные. Марин, напомните, а у вас это в Германии же, да? Немецкие женщины суровые. Так же, наверное, как челябинские мужчины. Да, вы знаете, сейчас вот так долго это вам мурыжу, да, что вот прям накрашиваю, накрашиваю. На самом деле, конечно, это намного быстрее происходит. Но вот прям вот сегодня мне хочется это сделать прям очень тщательно, очень красиво так. Чтобы прям ровный-ровный был мейкап. Сделаю еще немножечко для пущего эффекта. Опять-таки хорошенечко размазываю все это дело и хорошенько стряхиваю. Устряхивать прям очень важно. Лучше тоньше нанести, тоньше слой, но много их, допустим, ну два-три, чем один, но толстый, потому что он сразу будет виден. На, моя бэйби, ползете, да? Ты моя бэйби. Ну вот, посмотрите, вроде уже картина вырисовывается, согласитесь. Забуферила я. Теперь есть совершенно волшебная кисточка у Бэр Минералс, которая меня невероятно удивила. Сейчас я ее найду, где она у меня. Она специально для того, чтобы скрадывать какие-то маленькие точки. То есть это как по типу, как это называется? По типу корректора, да, если у меня вот корректор Макс Фактор жидкий, то я могу той же базой пользоваться как корректором той же базы Бэр Минералс, я имею в виду. Просто у меня, видите, точечная кисточка от Бэр Минералс. Она называется Макс Каверч Консилер. Вот. И я беру остатки, которые у меня были в крышечке. Что, Санта? Набираю. Потом хорошенечко скидываю. И наношу на эти точки. И происходит маленькое волшебство. Эти точки, видите, исчезают. То есть мои пигментные пятна исчезли. Но смысл в том, что вы вбиваете эту минеральную пудру. Так, что-то там моя дочка кричит. Сейчас буквально, одну секунду, я вернусь. Ну да. Что ты делаешь? Ты прячешься? Давай я тебе прячу. Давай. Давай. Вот. Вот. Так, я сейчас буду, похоже, периодически вот так исчезать. Потому что, не знаю, как долго она мне даст так работать. Так, пишет. Седину не люблю. Хоть раз меня. Да, третий вы, конечно. Нет, ну это да. Это потому, что вот я просто для эфира стараюсь показать это. На самом деле это все быстрее. Не только в Германии, в России тоже. Ни разу в жизни не пользовалась тоналкой. Алена пишет. Я тоже раньше не пользовалась, когда у меня была прекрасная кожа. Наверное, у вас действительно прекрасная кожа. Я вам прям завидую. Вот. И я здесь, смотрите. У меня еще заяц. Да, Санта. Смотри, Санта, я прямой эфир веду на YouTube. Ты мне дашь немножечко? Пятнадцать минут. Пятнадцать минут. Пятнадцать минут. Пятнадцать минут. Можно? Можно? Мама. 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 Вот сюда залезешь? А вот эти тебе невидимки дать? Да? Ты поиграешь с ними? Да, мамки делает. И смотрите, под глазами, под глазами у меня тоже сразу же исчезают мои вот темные круги только благодаря вот такому легкому вбиванию. Я еще плюс думаю, что эта кисточка такой прям даже массажик делает под веки и убирает какой-то лишний отек. Я вам сейчас покажу, что у меня получилось, чтобы вы сразу сравнили результат. Видите? Здесь у меня красноватый отек, а здесь уже ничего нет. Как-то так, наверное, нужно смотреть, чтобы вам было заметнее. Вот. и сейчас приведу в порядок. Мейкоп, ноу-мейкоп, вот как, Марина, вы написали, что на самом деле это самое главное хороший тон лица, ровный, красивый. И тогда можно больше ничего не делать, кроме как нанести немножко румян на яблочки. И я даже в таких случаях и глаза не подкрашиваю. И знаете, когда я попробовала вот этот эффект от минеральной основы, я удивилась, что сухая основа может быть настолько эффективной, так же эффективно работает, как и жидкая. Вот это, пожалуй, для меня, наверное, было самым таким большим открытием. Вот здесь у меня пятнышко, я его тоже раз и мощно перекрываю. И при этом у меня нет толстого слоя, как при жидкой основе. Единственный минус минеральной основы то, что она наносится гораздо дольше, чем жидкая. Но плюс огромный в том, что в течение дня ее совершенно не нужно поправлять. Она никуда не уходит, никуда не впитывает. Вот вы как утром накрасили, и вот так же вечером она выглядит. Но это лично на моей коже. Я уже не знаю, как это будет на другой. Я думаю, что, допустим, на склонной к жирности кожи все-таки может быть другой эффект. Но вот эта минеральная основа, я вам еще скажу такой момент, что она регулирует выделение сальности на лице. И поэтому она может подсушивать в том плане, что там, где надо, она увлажняет. Там, где не надо, она подсушивает. И у меня не появляется блеска на Т-зоне, когда я пользуюсь БР Минералс. Невероятно, но факт. И у них, кстати, очень информативный сайт. Ну, по крайней мере, на английском языке, когда я заходила, смотрела, вот выбирала для себя умывалку и читала, там прям все очень хорошо написано. Вот, что скажете? По-моему, неплохо. Сейчас я прочитаю, какие у вас сообщения тут. Марина пишет, скоро стану бабушкой. Я такая классная, во мне столько любви, и я столько хочу, могу дать малышу бабушке. Как раз-таки вот это тот момент, когда ты уже все в жизни сделал, и у тебя есть время на детей. Наверное, нужно всем в старости рожать. Энджи Али Улова пишет, при этом сказании вам тоже. Так, в 40 Алена пишет, в кожу это уже не очень прекрасная. Да, ну вот мне два года осталось до 40. Елена пишет, не хочется стареть. Понятно, что это естественно, но не хочется. Да, согласна, что очень не хочется стареть. Поэтому вот я тоже стараюсь ходить на вот эти массажи, костиопату. Слушайте, это вообще какое-то волшебство. Это реально лифтинг без ножа. Я сниму специально для вас видео. Вот, значит, девчонки, вы одобряете. То есть видно даже на прямом эфире, что эффект другой совершенно. Окей. Теперь смотрите, что все. Мой второй секрет естественного макияжа. Я все, я убираю как бы базу Bare Minerals. Спасибо, она опять для меня отлично сработала. И мой второй секрет, как добиться естественного макияжа, это не наносить новых средств на кисточку, а допользоваться тем средством, которое уже есть на кисти после последнего применения. Я вот такая немножко ленивая, я их не мою каждый день и даже через день не мою. Вот, ну потому что я пользуюсь ими одна и никто ими не пользуется. В плане гигиены я как бы спокойна. И поэтому все, что я делаю, я вот сейчас возьму, возьму свою скошенную кисть, которой я обычно наношу контур и просто ей же сделаю контур тем средством, которое есть. Вот прям, знаете, даже особо, особо не заботясь о том, чтобы там это ровно или неровно было. Остатки. Моя Санта тут носится туда-сюда. Своим обычным движением, то есть как я обычно наношу, но только остатками. Теперь я нанесу румяна, тоже остатками. Я улыбаюсь обычно и на яблочки наношу. Наносим немножко и на подбородок это сразу дает свежесть лицу. И вот здесь вот, где у нас веки обычно загорают наверху, под брови. Вот. И теперь кисточкой, которой я там наносила когда-то тени на подвижные века. Тоже остатками. Там ничего почти нет. Она такая коричневая, тенечка натуральная. Я просто хочу немножечко добавить фактуры лицу. Видите, они у вас отражаются как розовые, я вижу на видео, но на самом деле они прям коричневые. И тени, которые у меня были светлые, на растушевочной кисти. Вот. Делаю по контуру. Подброви сделаю. Просто по контуру проведу. Снизу немножечко. Вроде как будто ничего не делаешь. Но вот этот эффект как будто усевшийся уже. Вот ты только нанесла косметику. И когда проходит время, и тогда она усаживается на лице, и все выглядит более натурально. Вот нанося тени и все средства остаточными на кисточках, получается вот этот эффект натуральности. Вот. И я нанесу просто бальзам. Без цвета, без ничего. У меня что это? Леситан. Если губы чуть-чуть блестят... Маме! Ты потрясела? Да. Да, садись. Скорей, 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 скорей. Скорей, скорей, скорей. Оп. Сиди. И сиди. Ой, молодец, моя девочка. Ой, слушайте, она сама попросилась на горшок. Ой, молодец. Выливать сама будешь? Давай. Ой, молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... Девчонки, она сама попросилась на горшочек и сама пошла вылила. О, боже, сегодня великолепный день! Ой, простите, пожалуйста, за то, что я тут отсутствовала. Ты такая счастливая, потому что мы долго... Она игнорировала горшки, просто она их прям пинала. А тут вот раз и случилось. Спасибо! Девчонки, всем привет, кто присоединяется. Город Гомель, привет! Доча у вас замечательная. Говорят, с рождением дочери бог делает комплимент женщине. Точно, точно! Марина, рискуйте и делайте короткую стрижку, вы не пожалеете. Роза, спасибо вам за комплименты. Я очень рада, Дина, что я смогу вас чему-то научить. Так, ну вот, в принципе, смотрите, мой макияж, мейкоп, ну, мейкоп готов. Мы все видели, что я нанесла базу от Bare Minerals. И остатками на кистях я сделала себе румяна, контур и чуть-чуть теней. И, знаете, давайте так, чтобы, ну, прям лоско такого немножко добавить. Я все-таки подкрашу реснички. И я буду их красить, знаете, как? Только кончики. Только кончики. И буду их вывозить на внешнюю сторону, как лисичка. Я возьму Dior Show Iconic. Так. И вот здесь. Вау! Ты тоже радуешься, Санта? Это был просто ответственный момент, поэтому я не рада. могла отмечу ну вот вам мейкоп ноу мейкоп но все это кажется незавершенным пока на голове нет прически волосы у меня уже за это время подсохли мы с вами тут 44 минуты уже общаемся чуть-чуть сзади влажные волосы я сейчас их пену досушу и так как у меня видите сегодня такая очень спортивная кофточка я хочу сделать такую более непосредственную дерзкую укладку у меня здесь не осталось или нет мой любимый оси свалим booster spray для корней для корней и объема который я буду просто хаотично наносить если у меня здесь что-то осталось и вот так вот пожамкую волосы пока они с влажными корнями что санта сейчас я тебе помогу так ну вот вот я думаю что вот так вот можно это дело оставить и для финального штриха я использую жвачку от тиджи бэдхэд называется текстурирующая паста голубенькая с великолепным запахом беру и немножко и вот так вот делаю паутинку на голове теперь просто это жамкую и все я готова гулять сейчас приедет мой муж из командировки а тут я такая красавица невозможно не отвести глаз все такая натуральная ему нравится когда я без мейкапа говорит что я красивая ну как девчонки все нормально по моему будет так вот быстрый вариант все это удлинилось на 45 минут но только потому что я веду эфир я это делаю обычно минут там за 15 давайте-ка сейчас почитаю комментарии что у нас здесь есть сережки при короткой стрижке очень важны да потому что акцент туда делается сильный да буду так вас и читать звитана ангел я даже боюсь подумать из какой там греческой или римской мифологии все это взято где у вас красивые сережки где вы их купили я купила в магазине альберо black в алматы у них есть инстаграм-аккаунт так и называется алберо black kz санта добавляет позитива елена пишет да очень даже нормально татьяна подтверждает ну значит вам все понравилось я очень рада если у вас будут еще какие-то запросы на эфир вот меня просили в одном из из комментариев сделать обзор на все стайлинги которые у меня есть я планирую это сделать обязательно сделаю вот но если у вас еще есть какие-то запросы я буду рада а знаете что мне еще алла всегда говорит женя у тебя такая внешность тебе просто ну положено носить яркую помаду вот так как у меня сегодня нет акцента на глаза и я думаю может быть мне нужно и нанести яркую помаду да почему бы нет можно побаловаться смотрю что у меня сейчас здесь есть косметички если в этой косметички нет я сейчас гляну другую не там была какая-то красная помада вот смотрите у меня есть помада dior серум друж называется номер 850 она такая красновато розовая вот я сейчас попробую ее нанести как она будет смотреть за ее уже почти что не осталось вот чуть-чуть ее выдвину она автоматическая такая и тоненькая ей удобно наносить вот примерно такой вариант очень ярко очень звонка тонка стейтмен такой ну вот когда я не крашу глаза как вы как видите там вообще практически нет никакой косметики можно сделать акцент на губы и тогда это не будет вызывающие как-то там по проститутошному как я это называю в принципе все достаточно гармонично смотрится ну вот девчонки с помадой уже совсем клубничка мне пишет муж приедет съезд видела бы себя со стороны у вас такая неподдельная радость была насчет санта и умничка растет да татьяна реально и и успехи меня радует больше чем свои и я с теми генами которые ей передались от меня и от папы я думаю что ее ждет большое будущее она умничка мы для нее в своей жизни постарались создать уже ту базу которую нам приходилось там своими руками создавать проходить да через большие трудности у нее этот старт уже есть и я рада что я смогла в своей жизни так поработать и поучиться чтобы она жила лучше чем чем я так спасибо как всегда все супер ну девчонки тогда я думаю что пора закругляться я думаю что это был просто самый такой позитивный эфир из всех которые были я не жаловалась я радовалась рассказала вам про алматы рассказала вам про основу bear minerals как она работает показала как быстро уложить за 30 секунд короткую стрижку и я надеюсь что я была вам полезна ставьте лайки подписывайтесь отправляйте своим подругам пишите комментарии для меня это все очень очень важно и очень приятно напомню что меня зовут евгения примани и я знаю все практически о стайлингах для волос могу ими круто пользоваться и рассказываю об этом вам спасибо большое что были с нами со мной сантой пока пока хорошего вам дня хороших выходных спасибо 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 спасибо